В.ПУТИН. 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 о деятельности спецслужб на территории Российской Федерации. Но по той деятельности, которую ведет наше разведное сообщество вне Российской Федерации, я могу сказать, что у нас нет больших проколов, нет крупных возмущений сопредельных государств, а это значит, что мы действуем достаточно грамотно. Почему мы действуем достаточно грамотно? Потому что у нас уникальная ситуация в Российской Федерации. Вы знаете, что из-за слабой экономики очень многие граждане России уехали работать за рубеж. И для непрофессионала, не для специалиста понятно, что количество иногда начинает переходить в качество. Сегодня мы имеем уникальную ситуацию, когда наличие российских бывших граждан во всем мире позволяют нам иметь буквально кладезь информации, которую необходимо просто аналитически обслуживать и на этом основании давать руководству соответствующие выводы. То, чего, кстати, было только лишь в период белой эмиграции, когда очень многие русские люди, уходя в эмиграцию на Запад, потом составили костяк разведки Коминтерна, а потом стали информаторами для военной разведки, политической разведки Советского Союза. Вот сегодня мы создали, я считаю, на долгие годы очень мощный пласт разведчиков, информаторов. Александр Дмитриевич, Вы как председатель подкомитета по внешней разведке, что считаете возможным в данную минуту обнародовать для наших телезрителей? Очень долгое время мы сидели как собака на сене. Мы это, я считаю, те, кто располагал архивными материалами в Советском Союзе. И не очень многие знают о том, что в результате работы, проведенной разведкой и контрразведкой Советского Союза, но из Германии в Советский Союз в 1945-1946 году были перемещены архивы тайных германских обществ. Это архивы СС, это архивы Ананербе, это научно-исследовательские тайные организации ССовские, и такого магического закрытого общества Тули, которое, собственно говоря, и основывало нацистскую идеологию, создавало нацистскую закрытую науку. А вы знаете, что Германия была на протяжении многих лет изолирована от науки, многие ученые выезжали из Германии, это были и евреи, и те, кто были не готовы сотрудничать с нацистами. Но, тем не менее, Германия поражала теми научно-техническими достижениями, которые действительно были. Это синтетический бензин, это и ракетное оружие. Вы прекрасно понимаете, что американцы и мы имели ракетное оружие на основе вывезенной немецкой техники. Это и подводные бесшумные лодки, это шнорхели, то есть возможность с ним ходить под водой очень долго. Это и различного рода радиолокационная техника, и генетические исследования. И сейчас через некоторые журналы мне удается часть этих материалов как бы доносить пока в виде сенсации до общественности. В ближайшее время я через один из журналов буду рассказывать о том, что первые опыты клонирования были разработаны в нацистской Германии. И что именно нацисты создавали своего сверхчеловека именно через генетику. Уже в одном из журналов я рассказывал о том, что нацисты создали расовое оружие. И то, что мы имеем сегодня, СПИД, это на основе расовой генной инженерной технологии, разработанной фашистами своих закрытых лабораториях. Более того, я начинаю раскрывать тайны, связанные с биороботами. То есть очень много вот этих архивных материалов по тем или иным причинам лежали в запасниках. И сегодня я считаю, что общественность должна об этом знать, потому что рано или поздно, но это сегодня вторгается в нашу жизнь. И это влияет на людей. СПИД это чума 20 века. Все, что связано с клонированием, несет в себе элементы, связанные с расовым и полноценным биологическим материалом. Ведь выращивание себе подобных людей, которые не обладают душой, это страшное оружие. Это же создание целой арабской колонии на земле. И многое-многое-многое другое. Я не знаю, почему коммунистические правители в свое время не рассказывали об этом, но я считаю, что сейчас наступило время об этом говорить и об этом писать. В свое время в одном из журналов появится совершенно точное описание маршрутов и событийный ряд, связанный с бегством из осажденного Берлина Адольфа Гитлера и Евы Брауна. Значит, я начинаю печатать материалы, которые доказывают то, что Адольф Гитлер не погиб в 1945 году в Германии. Он был вывезен. Вместе с ним бежали многие нацисты. Я указываю, где, когда и при каких обстоятельствах они скрывались. В частности, я раскрываю тайну быстрого расстрела Берии руководителя советских спецслужб. Это связано также с историей бегства Гитлера. Это сенсация, о ней будут говорить, но тем не менее я буду об этом писать. Алексей Дмитриевич, я вообще поражен. Продолжение следует...